Лучший ограничитель скорости – ямы на дорогах. В дождь так это вообще едешь и играешь в шоу «Интуиция». Повезет, не повезет. Ну а вот это уже, похоже, последствия развлечения дорожников. Иначе объяснить, как люк оказался в таком положении, невозможно. Это улица Урицкого. Еще хуже дела обстоят на Бухарской. Местные водители с бездорожьем, похоже, уже смирились. А вот пешеходы не стали отмалчиваться. Там, по той улице, то же самое. Ехать невозможно, идти невозможно. Страшно ходить. Еще больнее вопрос – это дороги во дворах. Если основные пути и магистрали республики постоянно ремонтируются, что даже на эту тему в интернете гуляют картинки, то в придомовых территориях покрытие оставляет желать лучшего. Ну сами же ничего в дворах творится. Ну основные дороги делают вроде бы. Где начальство ходит, там хорошие дороги. А во дворе, там уж плохо. Основные у нас сейчас очень хорошие дороги на самом деле. А во дворах принимать вроде бы решение. Только в этом году в республике отремонтировали более полутора тысяч километров дорожного покрытия. Но это лишь 5% от всего, что имеем. Мы в середине года получили поручение активно ремонтировать дворы и дворовые территории. По итогам этой программы мы 491 двор перевели в нормативное состояние. Чтобы ремонт был эффективнее, в помощь народный контроль. Каждое четвертое обращение в системе дорожное. К работе в онлайн на днях подключилось и профильное ведомство. На сайте Минтранса можно пройти опрос и с удовольствием пожаловаться на дорожников. Наш опрос, он как раз и должен исследовать уровень удовлетворенности населения. Если этот уровень будет не очень высокий, то мы будем при планировании больше учитывать обращение граждан в систему народный контроль. Итоги подведутся в конце года. Уже по результатам решат, что делать и кто виноват. Слова Духмадолин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова